Сегодня главный полицейский край подвел итоги работы управления за год. Вадим Антонов рассказал о громких уголовных делах и заверил, что писанины в полиции уже стало меньше. Репортаж Вячеслава Власенко. Традиционная встреча главного полицейского края с журналистами начинается с подведения итогов прошлого года. Что радует, количество преступлений у нас снижается. Так и за 12 месяцев в краях стало меньше на 7%. И всего зарегистрировано 58 585 фактов. Среди них расследованы и направлены в суд громкие дела. Такие как убийство в своей квартире девушки в Ленинском районе и задержание банды в Железногорске, когда был ранен сотрудник отряда быстрого реагирования. Преступления, правда, совершались в прошлом году не только против полицейских, но и самими стражами порядка. Возбуждено по таким фактам 51 уголовное дело. Так уволили из полиции лейтенанта патрульно-постовой службы. За то, что он на месте преступления украл сотовый телефон. А вот в отношении того, что в отделе полиции советского района умер Антон Шаферов, и там же служил Владимир Тен, который убил двух человек и ранился служивца, пока проводятся проверки и даже судебно-медицинские экспертизы. Также по-прежнему решается вопрос в отношении главного бухгалтера полиции Красноярска Надежды Николаевой, которая подозревается в хищении 6 миллионов рублей у своих же коллег. Несомненно, одно. Позиция всего личного состава, всего, всех органов внутренних дел максимально содействовать объективному, полному, всестороннему расследованию уголовных дел. Вот мной названных и других, которые находятся в производстве подозрений Следственного комитета. Кроме того, своим распоряжением Вадим Антонов сократил количество совещаний и даже постарался, чтобы у полицейских было меньше бумажной работы. И они все силы отдавали поиску преступников. На уровне районного отдела внутренних дел максимально исключили, ну, просто говоря, писанину лишнюю. Есть только один план. В подразделениях отдела внутренних дел, все планы мною отменены. Должна быть практическая, содержательная работа. Всего с журналистами Вадим Антонов общался около часа и после этого отправился подводить итоги и ставить задачи на будущее уже со своими подчиненными. Вячеслав Власенко, Максим Галат, Новости.